Приветствую вас на канале календаре у меня зовут Аня Лапа и в этом видео мы с вами рассмотрим принципиально новые версии которые раньше еще не рассматривали и раньше еще не сравнивали голоса этих артистов с этими масками практически на каждую маску есть еще одна версия помимо тех основных которые мы обычно рассматриваем но мы может быть застопорились может быть слишком сильно акцентируем внимание на каком-то одном артисте и все больше и все чаще из выпуска выпуска начинают появляться сомнения то мухомор вдруг поет как-то не так то анубис выдает что-то не то то пчела какая-то становится сильно загадочная поэтому давайте разберем не менее реалистичные версии сегодня но все-таки новые и начать я предлагаю с пчелы и тут почему с пчелы потому что мне прям не терпится вам показать и почитать что вы думаете по этому поводу это сравнение меня попросили сделать мои детективчики в телеграм-канале я сначала скептически к этому отнеслась но они настойчивые сравни говорят и сравни я сравнила и если честно прямо обалдела кто-то посчитал в предыдущем видео что я 21 раз сказала имя алсу предлагаю вам новое имя а именно валерия но не то валерия а валерия оланская дело в том что валерия оланская пела песню любовь и уставших лебедей которую пела и пчела история на эту песню есть на моем канале обязательно посмотрите и она выступала в образе димаша в шоу перевоплощение и сейчас я возьму оттуда голос валерии как она пыталась изобразить димаша сравним это с пчелой и сначала я хочу чтобы вы послушали это без подписи где кто поет слушаем не могу учить звуки небедей подожди не спешу разрухевой телег любовь мою сады а а а а а и и и Вы устали, нам очень трудно, я совсем одна. Терри, пойми, собери, не ищи другого. Помогут жить в разуме небе, и подошли, не спеши. Чувства позади, нет на срок пути. А теперь я хочу, чтобы послушали то же самое, но уже с фотографиями. Где чье исполнение, и особенно обратите внимание на второй переход, мне показалось, я даже подумала, что я ошиблась, мне показалось, что, наверное, я взяла один и тот же кусочек или из одного и того же выступления, но нет. Это реально Валерия Ланская и Пчела. Слушаем. Не могу жить звуки небедей, подожди, не спеши. В разуме небо веселее, любовь мою согреет, любовь старших людей, мои дни степла. Валерия Ланская и Пчела. Валерия Ланская и Пчела. Возможно, это какое-то невероятное совпадение, что именно в этих кусочках так получилось, и в других песнях совсем, может быть, не похоже. Честно говоря, сделать только это сравнение, но мне настолько потрясло, что я начала сомневаться, честно говоря. Я уже не раз говорила, что где-то там больше склоняюсь к версии АУСУ. Кто считает, считайте. Но все-таки заставила меня Валерия Ланская сомневаться. И вот я жду с нетерпением следующий восьмой выпуск, чтобы послушать Пчелу с мыслью о том, что это может быть Валерия Ланская. Следующая маска, маска дракона, который так феерично выступил с песней Луна в прошлом выпуске. И я предлагаю вам его сравнить с Алексеем Колганом. Не путать с Колганом. Я знаю, что это очень сложно, но фанат Алексея Колгана знает его по голосу Шрека. Ну, в смысле, мы все, конечно, знаем его по этому голосу. Возможно, не знали, что это именно он. У него очень много ролей, и очень много он поет. И говорят, что он похож на дракона. Давайте послушаем. Не сочти же, товарищ, за труд. Ой, угости же, друг, папиросочкой. Не сочти же, товарищ, за труд. Осколками склонясь В отражениях забытых Вновь увидишь ты меня. Раскинулось море широко, и волны бушуют вдали. Товарищ, мы едем далеко, подальше от нашей земли. День и ночь роняет сердце ласку. День и ночь кружится голова. День и ночь взволнованною сказкой Мне звучат воли слова. Твой, ну, грубый, твоей души болезненный злон. Твои глаза и чувственные губы. Не надо встреч, не надо продолжать. Не нужно слов, клянусь, тебе не стоит. Оставляю на ваш суд, потому что, честно говоря, какое-то время я говорила Константин Ивлев. Какое-то время я говорила, ну, может быть, где-то там внутри себя, все-таки Сергей Бурунов. Теперь я не знаю, что говорить. Вот это исполнение Луна в седьмом выпуске сбило с толку. Я рада, на самом деле. Появилась какая-то интрига. Колган там или не Колган? Ну, напишите в комментариях, что вам послышалось. А следующая маска, маска Козерога. В прошлом видео, в обзоре на седьмой выпуск, я вам показала сравнение голосов Козерога с Никитой Пресняковым. Хотелось какой-то мне определенности от вас, но 50 на 50. Кто-то говорит, похоже, кто-то говорит, не похоже. Поэтому ничего толкового мы с этой версией так и не выяснили. Поэтому продолжаем рассматривать другие версии. И, например, вспомнили другого исполнителя, не менее высокого, периодически не менее рыжего, артиста под псевдонимом Айван. Пишется это как обычный Иван, в общем-то. Ну, собственно, зовут его Александр Иванов, но не тот Александр Иванов, который, о боже, какой пустяк из группы Ронда, а другой Александр Иванов, который подопечный Дробыша. Ну, я понимаю, что его, наверное, многие не знают, но я вам сейчас картинечку расскажу. Подопечный Дробыша, в общем, поет нормально, хорошо, в главной сцене там участвовал. И все, что самое интересное, в Евровидении 2016 представлял Беларусь. И, в общем, он тоже считает себя рок-исполнителем, если можно так сказать. Давайте сравнивать. Там и райские сады, и потеряны следы, только ты меня не ждет. За дождем прольется свет, сменит ночь в другой рассвет. Станет другом большим для зверей и для птиц. Человек больше им не опасен И будет в помине ослобленных лиц А на меньшее я не согласен Не согласен А с тобою нет Снова тебя забываю Лето уходит, последний день Я никогда не узнаю Где там в обычной толпе людей Как он тебя обнимает Как назовешь ты своих детей Я из тех, кому все-таки показалось, похоже на Никиту Преснякова И из тех, наверное, кто считает, что все-таки Никита Пресняков Однако, почему бы и не рассмотреть Айвана Пусть пуй будет как версия Следующая маска, маска малыша Тоже, как и дракон, очень загадочная Потому что там такая свистопляска У него каждый выпуск Вообще непонятно кто Но более-менее сейчас уже устоявшаяся версия Не помню уж с какого выпуска Но она так или иначе проскальзывает постоянно По крайней мере в различных комментариях Версия Руслан Олехно С Русланом Олехно я уже сравнивала в телеграм-канале Там кое-кто уже слышал Но видео еще не вставляла И спустя несколько выпусков Решила вам тоже все-таки показать Потому что мне тогда, по крайней мере Показалось, что похоже Давайте сразу послушаем Смотрит девушка с присталью снег Кораблю И плечами побоги Озернулся в ветра Я люблю это фея Безнадежно люблю Любовь на троих разделенную Виноват, если сможешь, прости Что грехи раздавал горстями И за месть мою извини Виноват, если сможешь, прости Что убил я любовь словами Что своими руками убил Небо темное Вновь безумную Утренней осы Что нам нужно сейчас Что порадуя нас Расскажи как надо Единственная во всем этом загвоздка Что Руслан более благородный Как правильно сказать Ну очень странно его представить Что он прыгает на сцене Что орет Говорит дядя Филипп, тетя Регина Ну вот это вот все Оно как-то в целом С Русланом Алихно не вяжется Возможно это полное отхождение Так сказать от образа И полное раскрытие человека Каким он всегда бы хотел быть Но не мог себе этого позволить В своем сценическом образе А тут в общем никто не видит Можно делать все что хочу Может быть и так И кстати хочу вам показать Может быть кому-то это поможет Я если честно мало что там услышала Меня попросили сделать Малыш исполнил песенку По-моему Чай вдвоем группы Со сцены Своим вот этим мультяшным Измененным голосом Попыталась это Немножечко убрать Может быть кто-то Сейчас в этом Что-то более человеческое И услышит Если что-то вам это дало Какие-то у вас Новые идеи возникли Обязательно напишите В комментарии Но мы переходим К маске Анубиса Казалось бы Ну что вообще К ней уже переходить Вроде бы Мы все договорились Но Снова раскол В нашем коллективе Хотелось бы сказать Дружным Но бывает всякое Я повторяю Склоняюсь к тому Что это Маша Зайцева Многие склоняются К тому что это Маша Зайцева Но внезапно Совершенно На второе по популярности Даже не боюсь Называть места На второе по популярности Выходит снова Анита Цой Вот мы только-только Лошадь выпроводили Аниту Не выпроводить никак И многие реально пишут Что вот Мол там И с именем Какая-то подсказка была Помните Анубис Анита Ну в общем там Куча всего Говорят Подходит И вроде как И по голосу подходит Давайте послушаем Голое сердце Душа Как окно Есть одно средство Известно оно Порет к новым мирам Порет над землею Порет в звездным домам Мы посредине зимы Но друг друга с тобой Не могли не узнать Холод ночей Одиночество дней Все забыто давно И ушло в никуда Будет вдвоем Нам намного теплее Даже если опять За окном холода Зима Уходи Небо с краю До тебя Не достану Брос Светок На луфе Я не встану Все равно Сердце Ворвало На Волсток Уходи Небо С краю До тебя Не достану Брос Светок Порет так высоко Не молчи Все живы Небо с паруслом И они Нашу спасут Любовь Разбитую любовь Может дашь Ответ Как бы Счастливый Можно Любовь Честно Честно Скажу Мне сложно Переключиться С версии Маши Зайцевой Я на ней Наверное Может быть Зациклилась Но С удовольствием В принципе Делаю сравнение И с другими Артистами И я вам Предлагаю Сейчас послушать Пончика Тут вообще Что такое Интересное Происходит Я вроде как Тоже Утвердилась В версии Ирины Понаровской Совершенно Неожиданно Но когда мы Делали сравнение С версией Ирины Понаровской Видео В версии Членов жюри Мне показалось Там настолько Похожи Что буквально Отпали все Мои последние Сомнения Но тут Начали Появляться Различные Комментарии От людей Которые говорят Что Ирина Понаровская Оказывается Зазнайка Ну мол Она дает Интервью Всегда Такие С высока И какая-то У нее Даже есть Книга Где она Разоблачает Весь шоу Бизнес И очень Нелецеприятно О нем Отзывается Ну в том числе И о тех Людях Которые Сейчас Нашу эстраду И представляют И мол Очень было бы Странно Если бы Ирина Понаровская Вдруг Поучаствовала В шоу Маска Которые Ну собственно И есть Шоу Бизнес И еще Более Странным Людям Кажется Чтобы она Выбрала Маску Пончика Ну мол Как сказать Не по сеньке Шапка Что ли Ну в общем И ее уровень Считают Так И появились Различные Версии Не забывают Никак Людей С грузинскими Корнями Так как Пончик У нас По-моему Во втором Выпуске Исполнил Песню Нино Катамадзе Однажды На улице На грузинском Языке И вот Из-за этого В частности Появилась Версия Ия Немидзе Это Актриса Грузинская Советская Российская И певица И Также Еще Почему Про нее Вспомнили Она У нее Была Главная Роль В Музыкальной Комедии Если не ошибаюсь Небесные Ласточки А у Пончика Была подсказка Что это там Про ласточек И в общем Она даже По-моему Пончик Занимал Позицию Ласточки В этих самых Подсказках И вот Я предлагаю Сейчас сравнить И они Немидзе Музыкальная 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 По-моему Музыкальная В Музыкальная Не знаю, как прокомментировать, потому что, с одной стороны, все кажется очень логичным. Вот эти мнения людей о том, что не уровень эта Понаровская. Ну, в смысле, она сама выглядит так, что она сама считает, что маска не ее уровень. И, возможно, нужно искать какие-то другие версии. Но я не знаю, что делать с тем, что я реально услышала там Ирину Понаровскую. Также, кстати, появилась версия с Аликой Смеховой. Один из блогеров расшифровал там все подсказки. Они очень хорошо вроде как на Алику Смехову ложатся. Но, знаете, если Пончик останется на этой неделе, то разберем и эту версию. Пока остановимся на этой. На какой? Ну, кто на какой хочет, тот на такой и остановится. Переходим к Мухомору. Мы вроде как тоже, знаете, сделали видео почти досье, кто под маской Мухомора. Шесть версий разобрали. Ничего не поняли. Просто все комментарии, я слышу Дюжева, мне кажется, Пенкин, вроде как Мазаев, 100% Дятлов. Вообще никакой ясности нет. Но, что интересно, Мухомор еще вот так вот добил нас сверху, потому что он в седьмом выпуске исполнил песню Оли-Оли. И я так поняла, что, если честно, никому не понравилось. Потому что во всех голосованиях, которые бы я встречала за эту неделю в ВКонтакте, в других телеграм-каналах и в моем телеграм-канале в том числе, Мухомор был частенько на последнем месте в голосованиях, я имею в виду, за лучшее выступление. Ну, иногда там в последних, так сказать, местах. Для Мухомора это странно, согласитесь. И не было похоже ни на кого из тех, кого мы разбирали. Единственное, кто-то сказал, что это в духе Максима Аверина было. Ну, там немножко даже с негативчиком небольшим. Ну, в таком духе, знаете. Но я попыталась еще среди ваших комментариев найти какую-то версию. И мне, в принципе, понравилась версия Стаса Михайлова. Ну, как вариант. Как вариант же мы можем рассмотреть? Ну, чтобы не зацикливаться. Давайте послушаем. На дворе осколки летают, я тебе открою и тайну. Все вернется, тень от солнца до луны. На восходе лучших света разбудил тебя случайно. Я ушел, но это только надо. Я буду очень-очень тебя печь. Я буду небо за тебя молить. Я буду пламенем наших свеч. Я буду очень тебя любить. Я буду очень-очень тебя печь. Я буду небо за тебя молить. Это был неравный бой. Между небом и любви, между сердцем и любви. Ничего не надо решать, а можно просто только летать. Журавли летят в Китай. Только ты не улетай. Что же мне несет странная потеря? Я позабыл твое лицо, синих глаз глубину. Я без дождей промок и в сердце дрожь. Я ночью в памяти копаюсь. То, что было, не сотрешь. Не сотрешь. И последняя маска на сегодня. Да, последняя. Их всего восемь осталось, представляете? А уже в это воскресенье их останется семь. Восьмая маска маска монстрика. Но что я вам тут хочу сказать. В одном из концертов, когда выгоняли Наталью Подольскую, осьминога, осьминога, да, Валерия сказала, что уже не может делать вид и какие-то выдумывать версии на каких-то людей, потому что отчетливо слышит там уже Наталью Подольскую. И вроде как это уже даже, ну, и не смешно, да. И я сейчас ощущаю то же самое. Я уже не могу выдумывать версии и выискивать их. Кстати, становится все сложнее и сложнее. Потому что даже когда мы пытаемся коллегиально что-то собрать, у нас есть версия Алексея Воробьев или не Алексея Воробьев. И была когда-то версия Артема Муратова. Возможно, она остается, но мы ее уже разбирали. Придумать что-то еще и взять просто с потолка непонятно какую версию, ну, тоже мне уже не хочется. Если честно, монстрик на данный момент, я думаю, единственная маска, ну, для меня может быть еще анубис, ну, ладно, в общем, не важно. Единственная маска, которая, мне кажется, ну, все уже разгадана. И хоть я не хочу, чтобы он выбыл, пусть шутит, пусть все вот это дело свое делает, выступает. В общем-то, я не против монстрика, но мне кажется, что он разгадан. Поэтому, чтобы вы сильно не расстраивались, я вам покажу вот такую вот штучку. Я почему-то сразу вспомнила про эту песню в исполнении Алексея Воробьева, когда увидела, что он поет песню «Сейчас или никогда». Кстати, интересно, что из «Now or never» эта песня, я не знаю, заметили ли его, нет, она на английском языке, но это то же самое, что песня о соли Мео, которую исполнял Мухомор. Вот такие вот интересные репертуарчики у нас в этом сезоне. Хотелось бы мне сказать, но нет. Вообще, кстати, да, вы заметили, что тут с репертуарчиком-то у нас в этом сезоне как-то... Хотелось бы чего-то интересного. Я надеюсь, что мы сейчас серединка, да, уже где-то. Я надеюсь, что сейчас все растележется. Ну и, в общем, я думаю, что вы меня простите, что на монстрика уже версии других подбирать не будем, но давайте подберем еще одну версию на пчелу. Чем больше плохого вы пишете про пчелу, тем сильнее она мне нравится, тем чаще я буду о ней говорить. Почему еще раз предлагаю на пчелу? Казалось бы, да, я вот только что сказала, как похоже на Валерию Лунскую, но очень много реально пишет про Кэти Тапурия. Ну и там все тоже буквально по подсказкам подходит. Если нужно, разберем это чуть позднее. Поэтому мне самой захотелось сравнить с Кэти Тапурия и показать это вам. Будут биться птиц, а ты на них смотри. Отпусти меня, я не повернусь. Что же это такое? Я не хочу просто принадлежать. Что мне делать с собою, я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а что делать с этой информацией, вы решаете сами. Я надеюсь, была вам полезной и как-то скрасила вам ожидания восьмого выпуска Шоу Маска. Благодарю вас за просмотр. Меня зовут Аня Лапа, это мой канал Календариум. Пока-пока.